Салют, алкоголики! В этот пасмурный осенний вечер нет ничего лучше, чем повеселиться у экрана своих компьютеров, просматривая очередной летсплей от Егорника. Мои летсплеи лечат не только осеннюю хандру, но и алкоголизм, поэтому, пожалуйста, оставьте всё, что вы сейчас пьёте, присаживайтесь у экранов и, наверное, наслаждайтесь. Итак, сегодня мы играем в Горький 18, несмотря на то, что перед этим заставочка была от Горький 17. Видно, какая-то недоработка. Сразу давайте проверим, правильно ли у нас выставлены параметры звука и музыки. Да, ёперный. Так, эффекты... 50 пусть будет. Ну-ка, речь погромче можно сделать. Так, ну, пусть будет так, окей. Я думаю, можно начинать новую игру и заранее извиняюсь вот за эту. Вот такую версию я скачал, и, по-моему, в моей босанугой юности, когда я играл в Горьков 17, именно с 18-ым Горьким была такая же история с доставками. В Горьком 17 всё было замечательно. Но вот 18-ая... 18-ая МДНК-са вышла немножко горявой в этом плане. Ну, а тем не менее, наверное, её можно посмотреть, несмотря на... ...задник, на задний фон. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребят из вашего подразделения в области секретных объектов. А ты сам слышал про это что-нибудь, Кротов? Да кто ж про это не слышал? Его ведь разбомбили к хедрене Фене в прошлом году. Право, непонятно зачем. Кстати, мы с ребятами хотели кое-что оттуда вывезти на продажу. Вот сейчас как раз и посмотрим, что там и как. Свой глазок с Матрок. Так, для особо одаренных объясняю сразу. Объект режимный. Для прессы объявлено, что местность заражена боевым штаммом сыпного тифа. Именно поэтому город окружен карантинными кордонами. С мешками барахла отсюда не выйдешь, поэтому можешь расслабиться. Я понимаю, что для настоящего прапорщика и бубонная чума не помеха. Но пока придется потерпеть. Кстати, при постановке боевой задачи руководитель операции генерал Трачев ничего насчет выноса барахла мне тоже не говорил. Не переживай. Роту прапорщиков запустят следом. Ладно, к делу. Товарищ полковник, в военкомате нам обещали, что никого не будут посылать на Кавказ. Таким образом, послав меня сюда, вооруженные силы нарушили мои права. Не говоря уже про закон. Я решительно протестую против такого произвола. И требую немедленно разобраться в сложившейся правовой ситуации. Зеленки, на данный момент твоя задача помалкивать и действовать строго по моей команде. О том, что с тобой сделали проклятые военкоматчики, напишешь маме в отдельном письме. Мне твое нытье слушать не хочется. Значит так, слушаем сюда. В город была заслана разведгруппа из НАДО. Я так думаю, из ЦРУ. Но эта роль и не играет. Состав группы. Четыре человека. Трое мужчин и одна женщина. Прибыв на место, они сообщили о том, что в городе творится нечто странное и необъяснимое. Затем связь с группой прервалась. И больше мы от них ничего не слышим. Наша задача. Установить их местонахождение. Одновременно проводим рекогностировку на местности. Для выполнения поставленной задачи наша группа укомплектована прапорщиком спецназа Крудов-это ты, неплохо знающим английский язык и рядовым Зеленкиным, призванным со второго курса института. Человеком, несомненно, грамотным и всесторонне развитым. Итак, повторяю. Задача номер один. Розыск пропавшей группы или того, что от нее осталось. Задача номер два. По имеющейся у генерала Драчевой информации, где-то в центре города расположена секретная лаборатория. Нам необходимо ее отыскать и взять под охрану до прибытия регулярных вопросов есть. Никак нет, товарищ полковник. Прапорщик, тебе все понятно. А то. Кстати, рядовой, увидишь, где пустой мешок, докладывать мне немедленно. Так и последнее. Хлебало мне щелкать, а смотреть в оба. Было бы неплохо вернуться живыми и здоровыми. Причем всем троим. Блин, командир, третьим надо было брать с собой толкового прапора. Или хотя бы старослужащего, а не этого салагу. Хорошо, хоть я с вами пошел. Все, хватит трепаться, трогаем. Да, хоть я и не очень люблю творчество Гоблина, но в этой игре диалоги, по-моему, близки к шедевральным. Нифига себе! Это еще что за урод? Я предупреждал, будьте готовы ко всему! Отставить разговоры! Огонь! Так, ну и вот, собственно, первый бой. Задача всей игры заключается в том, чтобы тратить поменьше патронов и поменьше лечивок. Так, но! Есть одно но. Чтобы развивать навиг и стрельбе, нужно непосредственно стрелять. Так, а чтобы стрелять, нужны патроны. Вот такой вот замкнутый круг. Так, из пистолета можно стрелять только по прямой, и это... И это немножко неудобно, но ничего страшного. Сейчас разберемся. Ой, я думал пропускать ход пробелом, как во всех нормальных играх, но в игре 18 это игра особенная. Кстати, я точно не знаю, как называется жанр этой игры. Это RPG, но пошаговая, что ли, если кто знает, напишите. Ну что, а пока продолжаем убивать сфинкстера. Имена и названия монстров, по-моему, изменены по сравнению с горьким 17. Так, вот в конце нам показывают, сколько опыта заработали. Ребята, или сколько всего опыта у них, не знаю. Не суть важна. Так, идем. Я вообще хотел сюда пойти изначально, потому что... Потому что там что-то было, а может и нет. Так, ну раз там ничего нет, то двигаемся вперед. Музыка, кстати, в горьком тоже неплохая, мне очень нравится. Все ко мне! Ну вот, половина задачи номер один, похоже, выполнена. Перед нами разведгруппа НАТО. Точнее, то, что от нее осталось. Вот этого я, похоже, узнаю. Перед выходом мне его представляли, как крупного специалиста в области компьютерной техники. Что такой специалист должен делать в разрушенном городе, я не понял. А я знаю вот этого. Он тоже из НАТО. Когда американцы приезжали к нам в часть раздавать гуманитарную помощь, я его сразу запомнил. Человек явно из западного спецподразделения. Образованный, очень сильный и совершенно спокойный. Не то, что наши. Ага, я тоже гляжу. Спокойный. Похоже, успокоился навсегда. Как вам не стыдно, товарищ прапорщик? Они ведь нам помогают. Остынь, сынок. Они тебе еще так напомогают, что всю жизнь аукаться будет. Разговорчики. Кротов, заканчивай политинформацию и обыщи трупы. Не нравятся они мне. Блин, ну и ванища. А скажите, что такое? Зеленая, как у ящериц. Это не трупные пятна. Командир, я разных покойников видел. И даже сам их много раз делал. Но таких страхолюдных не встречал ни разу. Глянь, какие огромные раны. Больше всего похоже на укусы. Кто мог так укусить, как думаешь? Надеюсь, не злые ваххабиты. Судя по цвету кожи, смахивает на отравление ядом. Они оба были десантниками, отлично подготовленными солдатами. Если их смогли положить, нам следует быть осторожнее. Слушай мою команду. В группе их было четверо. Так что еще двоих здесь нет. В том числе женщины. Есть надежда, что хотя бы двое еще живы. Приступаем к поиску. Командир, мне это начинает сильно не нравиться. Надо валить отсюда. Валить будешь в другом месте. А пока давай шевелиться. Смотрите, в оба эта парочка может прятаться где угодно. И наверняка надеются, что их спасут. Ну правильно. Сперва лезут куда не надо. А потом мы их спасай. Как будто нам больше заняться нечем. Да, я наверное соглашусь с прапорщиком. Я бы на месте вот этих ребят свалил подальше. Увидев вот эти трупы. Да ладно, я доску хотел поднять. Опять монстры. Товарищ полковник. Да что же это такое? В военкомате нам говорили, что мы будем просто служить. Это и есть служба, сынок. Зеленкин, не плачь. Вали Левова. А я пока вот с этим разберусь. Ну что, пока продолжают нас кормить спинксерами. Чем мне нравится эта игра, в кавычках, что тут очень длинные монологи. И на каждом шагу попадаются монстры. Ой, а че я так неудачно подошел-то? Ну раз я неудачно подошел, встанем в позу. Как говорится. Глухая защита. Так, все у нас отошли? Ну вроде все. Так. Боевое крещение. А, вот и контратака. Отлично. Игра, по-моему, 99-го года и... Я помню, в моем классе была очень популярная игрушка. Хотя, помню... Фу, промазал, блин. Зеленкин, второй курс института, еб твою мать. А, так вот, я помню, ко мне один раз зашел знакомый, который в Горький 17 дней играл. Вот. И как нормальный пацан предпочитал... Да что я опять пробел нажимаю? Предпочитал всякие гоночки, я не знаю, там, контр-страйки. И зашел ко мне в гости, я как раз играл в Горький 17 или 18, я не помню. И сказал, знаете, с презрением, типа, и тебе это нравится. Я вот на всю жизнь запомнил эту фразу. Тогда он меня очень смутил этой фразой. Вот. Я подумал, что со мной что-то не так. Но потом, много лет спустя, я понял, что, наверное, все-таки он не прав. Потому что игра действительно очень неплохая. Ну, на мой взгляд, в плане сюжета, в плане диалогов, в плане музыки, в плане геймплея, в конце концов. В плане разнообразия монстров. Но больше всего ценю я в этой игре, конечно, сюжет. Такой сюжет довольно крепкий, хороший и добротный. Так, ну, пока я болтал, мы уже практически расправились со сфинкстерами. И что-то мало патронов. Ну-ка, я буду. Ну-ка, я... А, у меня только нож. У меня только нож. Я почему-то думал, что в комплекте у Зеленкина еще и монтировка, важно быть. Но нет, но нет, штык-нож еще. О, мы сейчас штык-ножами. Хотя нет, все-таки добьем его пистолетами. Так, главное, знаете, что? Оставлять. А, вот здесь я кто-то не прав, надо было его ножом добивать. Ну ладно, пусть владения оружием будет больше. Ты смотри, а что, Зеленкина не по вкусу, что ли? Не нравится Зеленка. Я вот почему-то всегда думал, что вот эти существа, они женского рода. Поэтому будем пиздить женщин, бей бабу, бей бабу, как говорится. Так, будем мочить полковником. А, полковник, как случилось, двоих свалил. И у него, естественно, больше всего опыта. Так, больше всего здоровья у прапорщика, который тут собирается все пиздить. У прапорщика на втором месте полковник и Зеленкин самый дохлый. Со второго курса филологического факультета забрали. Так, что не берешь доску? Почему? А, правая кнопка мыши, ну конечно. Отличная крепкая доска. Классический вариант взять доску надо было прапорщиком. Прапорщик все, что плохо лежит, берет. Так, вот записка и ящик. Но я чувствую, как только я подойду к записке или ящику, опять появятся монстры. Все пропало, шеф, они повсюду. ВТ-62-13. Окей. Так, к ящику вроде бы путь не закрыт. Поэтому мы его откроем. Вот мой любимый огнемет-шмель. Вот, очень люблю я в этой игре, знаете, что это? Распределять вещи. Чувствуешь себя таким родителем, который раздает детишкам сладости. Так, у всех, по-моему, по 12 патронов для винтовки. Огнеметом у меня всегда пользовался почему-то зеленким. Вот, доверить студенту второго курса огнемет, это высшая степень, конечно, неразумности. Но зато это весело. Бита пусть будет у прапорщика. А топор пусть будет у полковника. Полковник с топором, это звучит гордо. Так, куда бы так зайти, чтобы... А, я знаю, куда надо зайти. Вот туда надо зайти. Но для этого сначала нужно полечиться. Так, 35 хп, 20 хп, 30. Так, этому лечилка серьезная нужна. Так, а лечиться-то как? А, или я не того полечил и не тем. Ну-ка. Ну. Я не понял. А тут же плюс 35 хп, как это так получилось? Ну, смотрите, у этого 20, сейчас 15. А, нет, ровно 20 хп будет. В общем, смотрите, что получается. Вот здесь 35 хп написано, а у этого было меньше, чем... А, или нормально все правильно. А, короче, хрен с ним. Ладно, пока Зеленкина не будем лечить. Подождем. Так, разведенный край... Разъеденный край моста. Доска. Смотрите, металл здесь как будто разведен сильнейшей кислотой. Мы на лабораторных работах такие опыты ставили. Очень похоже. Да, действительно, какой-то дрянью разъело. А ну, давайте проверим, что это у нас лежит вон там, справа. Вперед, командир, я прикрою. Отставить, прапорщик. Вперед пойдешь ты. Командир, предлагаю послать вперед сынка, как наименее ценного члена коллектива. И потом он такой грамотный, просто спасу нет. Вдруг он сможет определить так необходимый нам сорт кислоты. Команду ясно слышал, прапорщик. Давай вперед. А вот там лежит дробовик. Ну, блин. Давайте быстрее сюда, у меня тут неплохая компания. Мы идем к тебе, прапорщик, держись. Старайся не подпускать их близко. Ага, ты лучше бы сам попробовал. Ну что, в очередь, сукины дети, в очередь. Так, и теперь нам в очередной раз пригодится по сто лет. Дабы убить вот эту банку. Которая взорвет другую банку, а эта банка взорвет черепугу. Ну, не до конца взорвет, она ее просто по косту. Только не промахнись, прапор. Вот так вот. Все, получил, пошит гранату. Все, давайте, ребят, двигайтесь. Так, сколько у него там осталось еще? Ну, что-то много осталось. Так, вот красненькая вот эта херня под названием черепуга означает, что он, по-моему, не огнестойкий. Наверное, я не помню. Так, а теперь пришло время для винтовки. Владение уровень 1, и этот уровень надо повышать. Причем, именно сейчас, а не потом. Потому что потом нам нужен будет уже высокий уровень владения. Молодец, прапор! Сука! Ладно. Не страшно. Нихера себе! Ох ты, ебаная черепуга! Я и забыл, что ты такая мерзкая. За это я тебя сейчас убивать буду. Отлично! Просто прекрасно! 5 это вот... Супер! Потратил 2 патрона от винтовки, всего 5. Отлично, контратака. Не будет контратаки, не так ты встал. Че я тебя не так поставил. Так, че-то пока все плохо идет, если честно. Так. Как бы мне тебя... Как бы мне тебя... Ладно, я совсем близко стану. Чтоб тебя завалить наверняка. Ну вот, чем ближе, тем... Тем больше урон. Ладно, будем продолжать тратить патроны. Получай, пидрилы. Отлично! Просто прекрасно! Так, у меня всего 33 здоровья. Это слишком мало для вас двоих. О, это заход считается? Еба! А я не знал, что любовь может быть жестокой. А сердце каким одиноким. Блядь, че лечился, че не лечился. Едрена. Блядина. Так. Ну, сейчас всех порешаю, не будь я прапор. А, у меня же пита. Так, а нож? Нож тоже уровень один. Блин. А, у меня идея такая на миллион... На миллион долларов. Или нет? Нет, у меня все-таки идея не на миллион долларов. Что-то все плохо идет, если честно. Я, видимо, давненько так не играл. Я даже скажу, сколько. Так, ну лет... Лет 9, наверное, или 8. Поэтому с трудом вспоминается. Да, ну закадыки подошли. Нас сейчас все проще будет. Так, и вот этот вот росомаха подошел хорошо к бочке. Надо это использовать. Прапор просто заслужил этот уровень хотя бы тем, что его тут дрючили во все щели. Так. HP максимум. Удача. Меткость. Контратака. А что такое хладнокровие? Мм. Мм. Пусть меткость будет. В конце концов, меткость никогда лишней не бывает. Хотя вот здоровье тоже штука полезная. Давай, Зеленкин, тоже бери винтовку. Пришел в армию. Так, давай. Ебаш. О, это не Зеленкин, прошу прощения. Это был полковник, я перепутал. Так. Как бы мне там с Зеленкин встать, чтобы черепугу уничтожить? Мда. Ну, все одно сейчас полегче, потому что внимание противника просеивается между тремя ребятами. Я думаю, в реальной жизни после таких вот объятий нормальный человек бы не просто умер, он бы... Он бы умер совсем. Так, кого бы завалить? Завалю тебя, говно. Упал к моим ногам, черник. Так, попробовать... Чё-то мне жалко тратить патроны от... О, у меня же Дробаган есть. Я буду из Дробагана сейчас мочить. Дробагана... О, и, кстати, в моей версии прохождения с Дробаганом будет ходить прапор. Если никто не против, конечно. Ну, чтобы доверять. Дробаган Зеленкин, но это по меньшей мере глупо. Полковник. Тоже как-то у него топор есть. Зачем ему Дробаган? А, прапор брутален. С Дробышем. А, у тебя всего один процент. Я тебя зарейжу сейчас. А, или я тебя чем-то другим убью. Ну-ка. О, я тебя огнеметом шмель. Сука. Прикончен. А что я сразу, блин? А, где пенек? Я забыл, как играть. Надо было сразу огнеметом его пиздить. Ух ты ж, йоу. Самый опытный у нас в этом бою. Кротов. Так это все-таки общий опыт или нет? Хуй знает. Опять я что-то не понял. Так, теперь у нас Дробовик. Это очень хорошо. Но, очень плохо, что сильно помяли у нас прапорщика. Злой полковник отправил прапорщика умирать. Ни про что, ни про что. Ну и сильно покоцали Зеленкина. Так, Зеленкин, давай сам лечись. Не трать пластыри своего командира. А, ты, командир, давай веди куда-нибудь. Так, нам можно либо налево, можно либо направо. Вот, можно сюда. Нет, надо срочно сохраниться. Огурький, ес. Так, дверь. Я люблю открывать двери, поэтому я ее открыл. Так, пурчатки. Так, что еще тут есть? Есть полковник Васин. Больше ничего нет. Да, я надеюсь, что он сундучок какой-нибудь есть. Так. Бля, я же видел сундук, сука. Я думал, все-таки его никто не охраняет. Мы в ловушке. Смотрите, они нас окружили. Не паникуй, Зеленкин. Лучше посмотри за тем, что сзади. Сейчас я буду мочить горилоидов. Приготовьтесь. Вам бы только мочить, товарищ прапорщик. Из-за вас мы все погибнем. Не боись, солдаты, слушай старших. Кротов вышел на тропу войны. А грилоидам сегодня масть не пришла. Зеленка просто какая-то истеричка. Но мы сделаем из Зеленкина в течение игры настоящего мужчину. Это я вам обещаю. Ой, зря я так близко встал. Дурачок я. Ну ладно. Ну, прапора прям, слушайте, поляна целое оружие. Выбирай, не хочу. Но я предпочитаю, дробовик, конечно же. А ты, косорылая истеричка, давай доставай огнемет. О, кстати, за этот ход сфинксер погибнет, я вам скажу. Потому что 10 очков отнимается, по-моему, за ход огнем. За ход огнем. Сказал как Господь. Ой, надо успеть выстрелить в бочку, пока Горилоид мимо нее не прошел. Странно. У жирафа есть... Господи, как он называется? Пулемет, о. Но он подходит близко и режет по-живому. Так, где там Кротов? А, не, нам зеленки нужны. Давай зеленки. Убирай огнемет, доставай. А, кстати, огнемет у нас заряжается, поэтому доставай пистолет и стреляй в бочку. Блядски хуи! Он недостаточно близко стоял. Вот дерьмо. Ну ладно. Уровень повышенный. Пусть весь мир подождет, пока я качаю полковника Баса. Так, меткость 90. Метки? Скотина. Контратака. Дехладнокровие. Че такое хладнокровие? Пусть будет здорово. Все равно рано или поздно я все буду немножко подкачивать. Тяп тоже, конечно, поджечь. Но огнемет только у одного. Получай заряд дроби себе. В грудину. И до раз. Да, операция бочка провалилась, поэтому немножко больше патронов придется потратить. А, этот говнюк, кажется, услышал мой совет и подумал, что это действительно у меня же... У меня же на руке пулемет. Че это я не стреляю? Так, у меня идея на миллион долларов. У меня есть бита не оббитая. Ну-ка. Мм, блин, нет, не получится. Так. Я хотел, я хотел. Блин, а... Ну, хотел, нет, получится. Вы смотрите. Сколько у тебя там здоровье? Десять. Отлично. Вот мы делаем раз. Достаем биту полковником Путы, прапорщиком Кротовым. Убиваем. Весь зоопарк. Так, ну пока там ребята развлекаются, Зеленким будет продолжать свою службу по контракту. Да, служак и еще тот. Чувак, ты на Северном Кавказе. Тебе повезло, что это не ваххабиты, и они бы тебе такую оплошность не простили бы. Ну, хоть уровень владения оружием повышен, а то хлеб. Так. Нет, не доберемся мы до Горилоида. А что, если мы сделаем вот что? Ты достаточно близко стоишь? К бочке или нет? Горилоида. Я думаю, да. Ес! Пришло время умирать. Ебаная макака. Так, здоровье у тебя до жопы. Ты мой здоровяк аж морда в экран не влазит. Поэтому меткости, только меткости. Потому что без меткости в наше трудное время, в городах Северного Кавказа, особенно закрытых, жить очень трудно. Ух ты ж, ё-моё. Он чем-то меня электрическим ударил. Так, ну господин Горилоид, как мы вас убивать будем? Что вы предпочитаете? Вы любите блюда в плитюре? Так, 15. Ох, вот это надо добить. Пока тот будет нас догорать, мы будем ногами... Ой, нет, я хотел битую взять. Ногами, битами, зубами и когтями убивать другого? Господина примата. Так, а у Васина есть топор. Топор, кстати, не хуже пистолета бьет по ущербу, я вам скажу. А, нет, дошел все-таки до зеленки. Горилоиды бьют не сильно, поэтому... Поэтому расстраиваться мы особо не будем, что он добрался до зеленкина. Так, ну вот до зеленкина добрался новый уровень. А вот зеленкину здоровье надо качать, кстати. Ну-ка. Было 120, а стало... 125. Зашибись. Так, куда бы мне уйти, так что бы ты меня не трогал. Даже не знаю, так жалко, я тебе патроны тратил. Может, пистолетом тебя попробовать? Поубивать? Да, точно, вот сейчас... И добьем топором. Ура, я все. Все, организовал просто по лучшему разряду. Я надеюсь, монстрам понравилось, как я их победил. Так, полковник Васин всегда впереди. Ну, начальник, он и есть начальник. Так, мы направлялись за ящичками. Так. Окей. Надо всех лечить срочно. Кто это не делал, тут все. Покуцанные какие-то ходят. Полковник Васин сегодня медсестра, он будет лечить. А больные будут издавать вот такие неприличные звуки. Так, кислородные баллоны нужно, потому что у меня подозрение, что нервному полковнику, полковнику, рядовому Зеленкину кислорода может не хватить. Ну, здесь, судя по всему, больше ничего нет интересного. Так, а здесь что за... О, Господи, это... Да сколько ж лампочка эта мигает уже. Так, вот сюда мы заходить пока не будем, потому что там на нас нападут, а нам сейчас это не надо. не стреляйте, не стреляйте! Я не монстр, я человек! Стой, где стоишь! Кто такой и что тут делаешь? Меня зовут Иван Сусанин. Я отставник, пенсионер вооруженных сил. Я давно живу в этом городе и решил остаться даже тогда, когда все ушли. Вы, наверное, американцы. Иди проспись, военный пенсионер. Ты что, формы никогда не видел? Мы такие же американцы, как ты, папуас. Мы не американцы, мы из ГРУ. Как ты ухитрился тут выжить? Извините, я в темноте не разглядел ваши знаки различия. Здесь очень, очень опасно. Как я рад, что вы пришли. Здесь творится такое. Все мои друзья и соседи, все, кто жил в этом городе, все они до единого превратились в монстров. Отец, ты руки того. Опусти уже. Слушай, ты что, хочешь сказать, что все эти твари раньше были людьми? Эти твари? Кое-кого из них я знал лет по пять, а некоторых и по десять. А теперь все они монстры. Они гонялись за мной повсюду и хотели сожрать. Но я спрятался в этой квартире и заперся на все заборы. Но они и там меня нашли. Два монстра. Выломали окно и пролезли в квартиру. Я уж был решил, что это конец. Но внезапно на улице раздался крик и чудовища бросились обратно. Я сразу подбежал к окну и увидел на дороге двух военнослужащих, отчаянно драпшихся. Ты не трясись ты, бать! Успокойся! Чего там было-то? Вы только не подумайте, что я, что я, что я рехнулся. Но те два монстра, которые лезли ко мне, уже были убиты. А бойцы, у меня было такое чувство, что на них нападал монстр-невидимка. Их атаковало что-то непонятное, невидимое, как будто сотканное из воздуха. Они отбивались изо всех сил, но потом по очереди закричали так, как будто их рвали на куски и попадали на землю. Через секунду у них начались страшные конвульсии, а кожа на лицах стала отвратительно зеленого цвета. Не прошло и минуты, как оба затихли. Так значит, они были в форме. А сколько всего их было? И откуда они пришли? Да, это были военные в форме. Но сейчас все так поменялось, что я так и не понял, откуда они. Кричали они по-английски, это точно. Было их всего двое. Выбрались они, скорее всего, из канализации. Я и сам там прячусь, потому что ходить по улицам смертельно опасно. Вход коллектора совсем рядом. Я неплохо знаю город и могу вас туда отвезти. Как хорошо, что вы вооружены. Надеюсь, вы сможете меняться. Говоришь, город знаешь. Фамилия у тебя уж больно подозрительная. Ладно, держись поближе к нам, глядишь, останешься жив. На большее не рассчитывай. Нянчиться с тобой никто не будет. Но самое главное, помалкивай. И не путайся под ногами. Кстати, а женщины с теми ребятами не было? Нет, их было двое, только двое. Оба мужчины. Ясно. Ну что, Орлы, двигаем дальше? Постойте. Вас интересует то, что было у тех мужчин? Конечно, интересует. Откуда ты знаешь, что у них было? Я нашел у них вот это. Мародерствуем потихоньку, да? Трупы шмонаем. Нет, нет, нет. Что вы, что вы? О чем вы говорите? Я искал пищу. Мне ведь надо было что-то есть, так? Да и оружие совсем не помешало бы. Правда, ни того и ни другого у них не оказалось. Но зато я нашел на теле одного из них записку. Вот, взгляните. Ну и почерк, блин. Ничего не понимаю. Кротов, ну-ка глянь. А ну, что это тут накорябано? Барсуков знает все. На людей ему просто наплевать, а мне нет. Если бы мне только удалось воспользоваться матричными дисками, тогда весь этот кошмар можно было бы прекратить немедленно. Но если Барсуков отыщет диски, то немедленно их уничтожит. Ради того, чтобы сохранить свою тайну, он готов на все. Именно поэтому я, как следует, спрятал все четыре диска в надежных местах. Один находится в порту, другой возле монумента, и еще два в центре города. сегодня вечером я хочу попытаться собрать их все вместе и пробраться в лабораторию. Но Барсуков назначил мне встречу в полдень. У меня такое предчувствие, что назад я уже не вернусь. Подписи нет. Бред какой-то. Что за диски такие? Кстати, на случай, если мы их найдем, сколько они могут стоить? Давай без догадок и комментариев. Записка найдена на трупе. На розыгрыш не похоже. Так, слушай мою команду. Есть мнение, что диски надо найти. Приступаем к поиску. Двое из первой группы еще вполне могут быть живы. Все пропало! Сейчас они нас сожрут! Пенсионер, кончай орать, и без тебя тошно. Спокойно. Осторожнее с бочками. Похоже, в них бензин. Кротов, за машиной еще один стоит. Держи его! Блять, какие долгие диалоги. Я сижу уже, блин, всех мух на потолке пересчитал. Ну, окей. Болтовня наконец закончилась. Нужно и делом заняться. И кто у нас каким делом будет заниматься? Так, вот этого пенсионера мы оружие награждать не будем. Пусть дерется руками. Он, дедушка бывалый, наверное, пусть своими двоими ограничивается. Так, а вот наши военные молодцы, пусть практикуются в стрельбе. Так, это у кого там было? О, у тебя же дробовик. Дробовик. Так, давай, отсюда. Еее, да, дробовик это мощь. Так, а может зеленки надо бить вот этого товарища. Да, так и сделаем. Только пистолетом. Давай, давай, не промахнись только. Говнюк, я же сказал не промахнись. Ох, дует. Это просто потери-потери. Вот натец за это. Вот попал бы, ничего с тобой не было. А так, 24 очка тебе, минус. ты беспечный студент, не думаешь о последствиях. За это убивай его, я не знаю, как хочешь. Ой, нет. Ножом его убивай. Ах ты, ну что ты заебанный какой-то, я не знаю, разрушитель надежд. Давай, дед. вдвоем смогли справиться, молодцы. Так, а вообще зеленки мне нужен был здесь, потому что это вот гражданина надо мочить. Определенно надо мочить его из огнемета. кстати, видели там спички были, я так и не понял, честно говоря, нафига эти спички нужны вообще в игре. Хотя, что-то у меня какие-то воспоминания есть, что я находил им применение, но не вспомню, сейчас надо в интернете посмотреть. Ну, кто помнит, напишите. Да, зеленкин это любимый объект для пыток у монстров. Так, жираф, похоже, активно начал практиковать пулемет, мне это активно не нравится. Так, ну что, товарищ прапорщик, убьем? Конечно, убьем. Так, товарищ зеленкин, как вы смотрите на то, чтобы снова проявить кулинарное искусство после всех ваших фейлов? так, вот это, кстати, вот это, вот это вот скотина удачно встала, мы сейчас это используем. Так, вот как-то правда, блин, далеко. Ну-ка, достанет винтовка? Нихера не достанет, хоть ты тресни. Так, ну это похоже и без нас умрет, а вот зеленкину и его пистолету я нашел прекрасное применение. ес, вот так зеленкин одним ходом закончил эту битву. Смотрите, сейчас мистер умрет. О, это осталось за кадром, ничего страшного. И на ее счету уже трое. Нет, прошу прощения, двое. А один на счету Ивана Сусанина, человек со странной фамилией. За нами следят, меняем походку ВТ 6213, еще одна записка. Так, нам вот стоит туда идти или нет? Я не помню. Так, грады из проволочной сетки под высоким напряжением. Использовать перчатки. Использовали перчатки. Ну, емано. Сука, кажись, мы на босса нарвались. На моего одного из нелюбимых боссов. Хотя не все тут нелюбимые на самом деле. На 80. эх, вот здесь гранатки бы не помешали. Ну, ничего нет. Теперь мы точно все погибнем. Вы только посмотрите на этого монстра. Солдат, успокойся и заткнись. О, господи, мы попали в смертельную западню. Нас сюда послали на верную смерть. Спасибо за толковые замечания, солдат. Еще раз откроешь рот, я тебя сам урою. Начали. Да, вот такая вот нам попалась неприятность. И ее несколько выродков. Но, как говорится, где наша не пропадала. Бочек бензиновый я с ними не вижу, значит, быстро уничтожить их не получится. Но они, по-моему, не в не стойке. так, давай, зеленый, включай обаяние повара в очередной раз. Хотя зря я так близко подошел на самом деле. Так, кого валить? Ох, ты ж, ежик, неправильно, надо было вот сюда вот пойти и двоих уничтожать. Ну, это я веду своей некомпетентности так поступаю. В дальнейшем я буду мудрее. Ты чё, с мухи начать? Да, муха, кажется, не настроена быстро убиваться. Так, товарищи Васины, вы отсюда достанете. Да. Ну, патрон один зря. вбабахали. Слушайте, муха-то нехило бьет. Так, зеленкин надо срочно лечить. Может, зеленкин смертельно ранен. Так, отходи к зеленкину. или есть еще один вариант, более рискованный. Нет, все-таки полечусь лучше. Это был у меня вариант выстрелить и убежать назад, чтобы не достал. Но я не знаю радиус поражения у мухи. Я его не знаю, поэтому топор. Поэтому топором я буду мочить выродков, чтобы патроны на них не тратить. так, а вот господином прапорщиком я выродку добью. Нет, не добью, говню. Что же вы мне всю картину-то портите? Тварь, она же видит самого слабого. Да, радиус у нее просто ой-ой-ой. Это очень печально. Так, ладно, мне некогда тут рассуждать, рассусоливать. Зеленки нам надо лечить. И возможно навозец так и продолжит бить его. Так, ну что же поделать-то? Нет, они просто отказываются быстро умирать. Не понял, а что этот сам сусанин не собирался ходить? Видимо, самоликвидировался от этой битвы. мне определенной ситуации не нравится, если честно. Что же делать, что же делать? Так, я знаю, что делать. Нужно брать топор и вершить правосудие. Топорица рулит. Пусть будет здоровье. И нет, пусть будет меткость, потому что... Что-то муха как слон орет. спешу. Наверное, значит, что сильнее будет бить. Блазин. Блин, я так хочу ударить, но у меня очень мало здоровья. очень большой риск. Мы рисковать не будем. Страх бабах нового уровня. Давай, меткость качай. нет, погодите-ка, я не буду качать меткость, я буду качать контур атак. так, а вот вам рядовой зеленкой нужно срочно полечиться. Так, тост они жертвы. Да, все плохо. Так, плюс 30. Блин, жопа какая-то. Так, зеленкин, давай доставай огнемет. Че, вообще ни у кого пинтов не осталось? А, не осталось. Отлично. Этого должно хватить на первое время. да, все хуже и хуже ситуация, если честно. просто жопушка какая-то. жопушка. Ах, буря будет все ходы тратить на то, чтобы лечить кого-нибудь из группы. так, все легло на хрупкие плечи прапорщиков. Вся библии экстрасенсов. тварь, самое слабое звено ведь нашла. А, хотя нет, самое слабое звено у нас прапор. Так, а полковнику опять нужна лечилка, скажите. Да я чувствую мы тут все медикаменты оставим. Прапорщик, ну ех твою мать. А, еще заряжается. Ребята, ну не надо, у меня не хватит так медикаментов постучить, если вы будете мазать постоянно. Это непозволительная роскошь. Ну не, это вообще уже нихера не весело, честно. Просто невесело, очень невесело. Так, ладно, давай, прапор, лечи. А, лечи, чем-то нечего-то другое. Вот, сука, ни у кого не осталось пинтов. Ни у кого. Так, что же делать, что же делать, что же делать. Зря я не снарядил вот этого, вот сусанина, вот чем-то было его, надо было его припахивать все-таки, а то сейчас, видите, какая ситуация хорошая. прям, ну вообще. Сейчас все направлены на лечение полковника. Так, у меня вот такая идея возникла. Очень заманчивая. так, а ты, старикан, давай, иду сюда, помогать будешь. Все сходили? Ну опять она Васина выбрала, что-нибудь это полковник. А еще говорят, полковника никто не любит. Так, у всех медикаментов кончилось, просто замечательно. Ну окей. так, давай только качни. О, кстати, слушайте, ну все так плохо, потому что за этот ход на войне-то вполне себе может умереть. Да, мне кажется, так и это. Да, это было близко. Это было очень близко. Все медикаменты мы просрали. Сусанина не задействовали. Оторванная лапа монстрова в приличном состоянии. Да в неприличном она состоянии, блядь. В общем, обескровила меня эта битва во всех отношениях. Поэтому ящик, я от тебя жду очень многого. Хуевато, хуевато, скажем так, было в этом ящике запасов. Короче, мне это трудно пережить. Я сейчас запоминаюсь. И прощаюсь с вами до новой серии. До следующей, то бишь. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. В общем, делайте все как обычно. До новых встреч, дорогие друзья. Пока.